Мясная окрошка Картофельный рулет с мясным фаршем Парфе Кофе по-венски Кто гулял по летним улочкам городов в Советском Союзе, наверняка с ностальгией вспомнит самый популярный напиток в стране – разливной квас из бочек. Три копейки за стаканчик, 12 копеек за литр. Главное – не забыть бидон, а потом домой, спасаться от жары и готовить окрошку. Раньше окрошки пользовались большой популярностью и готовили в качестве жидкой основы, использовали квас. Квас поступал в предприятие общественное питание в бочках, в цистернах. Приготовим мясную окрошку. На две порции понадобится 600 мл кваса, вареная говядина и картофель, крупный огурец, сваренное вкрутую яйцо, 2 столовые ложки сметаны, чайная ложка горчицы, соль, столовая ложка сахара, укроп и зеленый лук. Да побольше! Все продукты должны быть охлажденными. Режем картофель и говядину. Иногда хозяйки заменяют ее колбасой, которую, оказывается, тоже нужно правильно приготовить. Ее предварительно, конечно, необходимо отварить, охладить и потом только использовать, потому что в таком суровом виде использовать очень опасно. Измельчаем свежий огурец, лук и яичный белок. Желток отделяем, он нам понадобится. Его соединяют с горчицей, с частью соли. Я всю соль добавлять не буду, хотя она идет по рецептуре. Когда мы приготовим окрошку, тогда мы продегустируем, потому что это зависит от качества кваса. Добавляется часть сахара, тоже весь добавлять не буду, возможно, квас сладкий. И все это растирается. Желток соединяется с жидкой основой. Тщательно размешиваем массу. Сейчас можем попробовать, хватает ли здесь соли, сахара. На сладость предостаточно. А вот соли чуть-чуть добавить. Перемешиваем ингредиенты. Выкладываем овощи в тарелку, заливаем квасом, добавляем сметану, украшаем блюдо укропом и дольками вареного яйца. И сразу же подаем к столу. Рецепт мясной окрошки. Нарежьте вареные картофели, говядину, свежий огурец, зеленый лук и яичный белок. Перемешайте. Соедините желток с горчицей, солью и сахаром. Добавьте немного кваса и растирайте, пока масса не станет однородной. Вылейте смесь в квас и перемешайте. Положите нарезанные овощи и мясо в тарелку и залейте квасом. Оформите окрошку укропом, сметаной и вареным яйцом. На хлопок, на яблоки, но чаще на картошку. Сочковать и отлынивать от сельхозработ мало кому удавалось. Блюда из картофеля старались разнообразить. Вот, к примеру, почему бы не сделать из привычного пюре рулет? Это было повседневное блюдо, которое готовили в столовых во всех типах, и рабочих, и городских столовых, в лечебном питании. А мясо любое можно использовать. Свинина считается, что оно более жирное мясо. Говядина считается, что более диетическое мясо. Ингредиенты на три порции. Пять крупных клубней картофеля, говядина, столовая ложка растительного масла, маргарин, панировочные сухари, немного лука, соль и перец. Сначала подготовим картофель. Заливаем горячей водой, солим и варим до готовности примерно полчаса. А пока нарежем мясо, посолим и обжарим, прикрыв сковородку. Также нашинкуем лук. Его пассируем отдельно на растительном масле. Стала появляться корочка. Жидкость исчезла, поэтому мы сейчас добавляем водичку или бульончик и тушим до готовности. Теперь пропускаем говядину через мясорубку и добавляем в фарш лук. Картофель сушим, слив отвар и прикрыв кастрюлю крышкой, а затем протираем через металлическое сито. Блендером можно, но очень аккуратно. Как только блендером слегка перебьешь, картофель станет вязким, тягучим, масса будет очень некрасивая. Поэтому протирать нужно картофель сразу в горячем виде после приготовления. Формовать тоже рулет в горячем виде. Как только картофель остывает, при формовании будут образовываться трещины. Можно покрыть второй стороной пленки и скалочкой слегка прокатать. Выкладываем на середину заготовки фарш и формируем рулет. Смазываем противень растительным маслом, посыпаем панировочными сухарями и кладем на него рулет швом вниз. Сверху еще немного сухарей, масла и делаем несколько проколов вилкой. Выпекаем 7 минут. Температура 240 градусов. Рецепт картофельного рулета с мясным фаршем. Нарежьте мясо и обжарьте в течение 7 минут. Затем добавьте полстакана воды или бульона и тушите 40 минут. На отдельной сковороде обжарьте нашинкованный лук. Сделайте из говядины фарш и соедините с луком. Отварите картофель, подсушите и протрите через металлическое сито. Выложите пюре на пищевую пленку, раскатайте скалкой в виде прямоугольника. Выложите фарш на середину заготовки и сформируйте рулет. Посыпьте рулет сухарями, полейте растительным маслом и сделайте несколько проколов вилкой. Запекайте блюдо 7 минут при температуре 240 градусов. При подаче полейте растопленным маргарином. Прекрасный и безукоризненный. Так переводится с французского название этого десерта. Парфе. Это мягкое мороженое пришлось, кстати, и на советской кухне. Особенно, когда нужно было удивить иностранных гостей. Это им нравилось и пользовалось спросом. Потому что ассортимент парфе можно приготовить различный, на любой вкус. Это парфе ванильное, шоколадное, ореховое, ягодное. Для парфе возьмите арахис, темный шоколад, столовую ложку какао, две столовые ложки сахара, два яйца, стакан жирных сливок и полстакана молока. Разбиваем яйца. Белки отделяем, они нам не понадобятся. А желтки растираем с сахаром, пока он не растворится. Эту массу, чтобы этот десерт у нас был безопасный, с точки зрения санитарии, заваривают кипяченым молоком. Поэтому мы сейчас молоко закипятим. Взбиваем яичную массу миксером до тех пор, пока она не побелеет. Выливаем в нее кипящее молоко. Выливаем тонкой стройкой. Если влить сразу все, яичный желток свернется и получится омлет. Поэтому добавляют по чуть-чуть, постоянно растирая. Массу проварим на водяной бане. Как консистенция начнет чуть-чуть загустевать, мы ее сразу убираем. Пока масса остужается до комнатной температуры, взбиваем охлажденные жирные сливки, минимум 33%. Взбивают сначала при малых оборотах, чтобы вырызг не было. Как только они начнут загустевать, скорость можно увеличить. Теперь берем арахис и измельчаем скалкой. Сделаем два вида парфе. Делим яичную массу на две части. В одну высыпаем орехи, а в другую какао. В каждую из смесей добавляем взбитые сливки. Вот можно перемешать, да-да, народная масса. Можно оставить вот таким свеками промешанным. То есть при охлаждении потом мороженое будет вот типа такой зебра, тоже как бы оригинально. Выкладываем заготовки в контейнеры. Мы используем шоковую заморозку, при которой парфе застывает 30 минут. В обычной морозилке на охлаждение понадобится 2 часа. Выкладываем парфе в креманки и украшаем орешками и шоколадной крошкой. Рецепт парфе. Отделите яичные белки от желтков. Взбейте желтки с сахаром, пока масса не побелеет. Постепенно добавьте кипящее молоко. Поставьте заготовку на водяную баню и нагревайте, пока масса не загустеет. Затем охладите до комнатной температуры. Добавьте в яичную массу арахис или какао. Смешайте со взбитыми сливками. Поставьте десерт в морозильную камеру на 2 часа. Украсть орехами или шоколадной крошкой. Цикорий, каштаны, ячмень, чего только не добавляли в советский кофе. Попробовать настоящий зерновой можно было в кафе или ресторане. Зерновой кофе был не во всех предприятиях, но он был. Кофе в лесе готовили, кофе черный, кофе с молоком, кофе со сливками. Ну и в том же кофе по-варшавски с пенками на поверхности. Это вот точно на любителя. Кофе по-венски такой питательный, насыщенный. Поэтому это на любителя. Для кофе по-венски вам понадобятся 2 стакана воды, 3 чайные ложки молотого кофе, 2 столовые ложки сахара, полстакана жирных сливок и для украшения шоколад и корица, молотая и в виде палочки. Кофе лучше приготовить в турке. Коль мы готовим в турке, у нас получится кофе по-восточному. То есть кофе с пенкой. Добавляем сахар, заливаем кипятком. Чтобы лучше раскрылся вкус кофе, кипятить мы не будем, мы будем доводить только до кипения. Как только появится пенка, убираем турку с плиты. Подавать кофе по-венски будем двумя способами. Взбиваем жирные сливки и измельчаем шоколад на терке. Сливки прямо в кофе, и можно посыпать, допустим, шоколадом тертым. Второй способ подачи, когда сливки взбитые, подавали отдельно, и можно подать это кофе с корицей, поэтому палочку положим в корицы и сверху. Рецепт – кофе по-венски. Залейте молотый кофе горячей водой и доведите до кипения в турке. Взбейте сливки и измельчите шоколад на терке. Налейте кофе в чашку. Сверху выложите взбитые сливки и украсьте тертым шоколадом. Также можно подать сливки отдельно и украсить их корицей. Парфе – изысканное блюдо. Историки утверждают, что таким десертом в 1978 году кремлевские повара угощали короля Швеции. Прекрасный повод почувствовать себя принцессой и убедиться – раньше было вкуснее. Музыка 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 Редактор субтитров А.Семкин